Друзья, мы наконец-то решились! Ладно, все, хватит тут рассуждений, пишем бокал для печени новой. Все, у меня есть люди курсы? Давай, решни. И для тех, кто не в курсе, да, у меня есть группа Checkout, Тёма, Паша. Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Лиз Мэн, и мы с Алиской приехали в Краснодар. Не представляете, как уснули. Ну, иногда сейчас там какие-то такие просыпания были. Да, у меня будут ржавы до стола, потому что у меня как раз я лежала на боковой, на верхней, и... Ой, прям вообще-то вечером. Так, я не договорил. Как уснули, так вот проснулись за час до прибытия. Я разбудил продавник. Вот. Короче, такси что-то нам не откликается никак, и поэтому есть такое ощущение, что мы... Не надо. ...своим ходом. Но это тоже прикольно, нужно в это окунуться. Хотя бы разок. Короче, как оказалось, мы не в обломе. Таксист в последнее время назначился, и сейчас, в общем, ждём его по центральному входу, вот этот досмотр, где проводят. Тут у них прикольно как бы, да, павильоны отдельно от вокзала, там где досматривают. Вот. И, собственно говоря, я сейчас сюда куда-то должен подъехать. На парковочку мы прыгнем и поедем домой. Ребят, я до сих пор ещё не монтировал влог. Я, в смысле, его начал, не домонтировал. Три минуты где-то, наверное, от всего материала. Материал, там, минут на сорок. Не снимали, не знаю даже, какой. Ну, вы уже этот блог видели, поэтому вы знаете, что там. Короче, с самого приезда сижу, работаю. Один раз стоило отвлечься на YouTube, на ролики, и просто я выпал где-то на час, наверное, из графика, можно сказать. И смотрел Лев Против. Ну, и в основном, в принципе, я Лев Против только и смотрел. Потом начал смотреть их лайв-канал. Короче, залип вообще. Работа сегодня, между прочим, вообще очень разноплановая. И озвучить пришлось ролик один, там, я черепашку Донателло озвучил. И подзвучить анимационный ролик, и просто стандартный монтаж. Сегодня еще в планах у меня работа по песне. Небольшая работа, я хочу черновой вокал записать, потому что я переписывался с Тёмой, и все-таки предложил ему прописать барабанную партию. Потому что я в GarageBand ее прописывал, и она там как бы, ну, местами простая. Потому что я все-таки не барабанщик, блин. А Тёма может сделать клево. И мы с ним договорились, что сейчас я сделаю вокальную партию, всю пропишу. Буквально вот через простой ноутбуковский микрофон. Напою ему, чтобы он понимал, какие эмоциональные такие всплески. И отошлю ему этот трек. Он запишет в кубэзе барабашки, пришлет, и я все обратно на чистовую запишу снова. Я думаю, что к этому треку все-таки нужно... Хоть я изначально к нему не так серьезно отнесся, типа во влоге показать, как там, что записывается. Но теперь я хочу просто сделать хорошую песню. Серьезно, прям подойти к вопросу. Друзья, мы наконец-то решились купить... Арбуз. Арбузик. Да, сейчас едем в магазин, который здесь продуктовый, недалеко находится. Купим арбуз, может, еще что-нибудь даже прикупим. Яблоки, например. Нету яблок. Я хочу яблоки. Я люблю яблоки. Даже летом еще любят яблоки. Почему даже летом? Ну, потому что они осенью, как бы, появляются. И, типа, целый год лежат и все такое. Да, мне пофиг, они же вкусные. И зимой же мы их тоже кушаем. И ничего. А летом... Да подожди! Стой, летом свежий урожай здесь уже мы покупали. Это они такие еще, не очень. Как это они не очень? Это уже свежий урожай, которые розовые были. Они были уже вкусные, они были клевые. Сок добавляй. Я буду снимать только себя в таком случае. Я хочу яблоки. Все, едем. Вот уже приехали. Как быстро вообще. Когда снимаем, так быстро время пролетает. Кстати, до 10 работает магаз. Да. Сейчас мы все, что надо, закупим. Единственное, минус, они карточки не принимают. Ну, у нас есть наличка. Пока что. Да. Были мы вот в этом магазине. И купили яблочки местные, наливные. 35 рублей килограмм. 35 рублей килограмм. Потом инжирные персики. Персики. Да. И нектарин. И, конечно же, арбузяку. Арбузяку. 140 рублей, между прочим, за этот арбузик. И водичку. Все, едем домой. Все это поглощать. Всего по чуть-чуть. У нас же новость. У нас, нам неужели подключили газ? Ну, точнее, плиту подключил папа. Вот. И теперь есть газ. Теперь можно готовить. Мы сегодня кушали суп неужели. Долгожданный просто. Супчик, борщик такой. Да, и с мясом, с говядиной. Все, друзья, я в тачке. И пока тут настраивал микрофон, слушал трек. Я сегодня купил. Купил в iTunes. Давно ничего не покупал. Сингл «Решено Каста». Касту люблю давно. С 2001, наверное, года. Одноклассник подогнал мне альбом. Какой-то сборник рэпа. И там были всяческие там песочные люди и всякое такое. И оттуда я вот с 7 класса, я помню эту песню. Мы берем это на улицах. И вот кубические метры этого пространства. Хватит на неистребимым духом братства. Ваша толпа от нашей отличия. Я весь куплет-то знаю наизусть. Не знаю, это реально стоило просто тогда как-то запомнить. И все. Я на всю жизнь, наверное, я уверен, что я на всю жизнь знаю этот куплет. А сингл «Решено» очень клевый. Нравится и читка Влади, как всегда, и змей, переплетенными своими рифмами офигенно долбит. И, конечно же, сам бит, сама музыка, сам минус, он очень крут. Ладно, все, хватит тут рассуждений. Пишем вокал для песни новой. Для тех, кто не в курсе, пишем песню. Макбук, гараж бэнд, микрофон, АКГ, пресепшн 120, USB. Погнали. Как бы жизнь не кончилась лишь сном. Не проживешь без сна. Не променяю то, что имею. Раны затянутся. Покидаю ваши небеса. Ребята, не представляете, как жарко и как я вспотел здесь в закрытой тачке. И я одним дублем, полностью одним дублем, можете посмотреть, я записал весь вокал. Но, опять же, я повторяюсь, это черновой вокал, поэтому ничего страшного, что вот эта вот нижняя дорожка, это одним дублем все прописано. Просто вся песня. Это для того, чтобы Тёме понять, где какие эмоции. Да, она в огороде бегает. На улице. Мухлой. Краснющий, краснющий арбузик. И причем косточек мало, походу. И он, я чувствую даже сладость в воздухе, сахар чувствую. Сахарность. Сейчас сделаем пробу маленькую. А, кстати, смотрите, плитку кладут. Маленькая проба. Он реально сладкий. Все, у меня слюненький курс, давай, режь мне. Не надо же. Не надо же. Чуваки, я так долго не пел, ну, в полный голос, так долго ничего не записывал, что сейчас стоило один раз мне спеть полностью песню. Но она, правда, такая, с надрывом. Но я хрип. И это вообще, конечно, пипец. Это реально говорит о том, что никакой практики. Надо бы браться за гитару и прорабатывать всю программу нашу. Потому что по осени, я надеюсь, мы с чекаутом в Омске сыграем пару, может быть. Хотя бы один раз бы сыграть в день. Но пару концертов было бы тоже неплохо. Вот. А мы будем писать новый материал. Ну, это как бы все. На этом я больше ничего не говорю. Потому что иначе все, как всегда, не сбудется. И для тех, кто не в курсе, да, у меня есть группа, чекаут, Тёма, Паша. Барабаны и бас. И я, гитара, вокал. И, собственно говоря, у нас есть два альбома на iTunes и в Google Play. Ссылочки в описании. Кому интересно, проходите, слушайте сэмплы. Понравится, покупайте. Не нравится, не покупайте. А также альбомы есть в ВКонтакте. То есть, можете не покупать, можете слушать. Но если есть желание нас отблагодарить копеечкой, то можете купить. Новый сингл, наверное, будет вот эта песня. Я думаю, что мы реально после этих двух альбомов сделаем сейчас сингл, который тоже на iTunes и в Google Play, ну и в ВКонтакте тоже будет. Вот. Вот на самом деле мы сейчас скушали по несколько кусков арбуза. Я съел больше всех, наверное. Такое сейчас ощущение было... Нет, мне кажется, папа больше. Да? Ну, короче, такое ощущение было, что все, сейчас вот лопнешь. А вот после арбуза реально очень быстро оно проходит. Да, до минут 10 просто. Все, уже, хотя даже писать еще не захотелось. Хотя арбуз, он такой, он коварный. Мы еще и перед сном его практически покушали. Ну, не перед сном, а еще монтировать, не перемонтировать, еще влог. О, господи. У нас вот впереди есть еще фруктики. На которые, собственно говоря, уже желудок, я думаю, готов. Да. Простые персики, инжирные персики и... Давай яблоко на любых. Вот, друзья, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Завтра буду Алиск учить монтировать видео. Все на сегодня хотели. Ну, теперь и на завтра переносим это дело. Все. Уже второй раз учить. Покеда! Лишь бы научить, лишь бы научить. Да, и что-то учиться, мне кажется. Монтировать, это великое искусство. Доброе утро. Здравствуйте. Покеда! Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин